Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим цикл бесед, вопросы и ответы, и называется оно «Во свете Библии». Перед нами ибрия сенатального издания, период 1876 год. Вот она. Открытым оком. Ваш вопрос. Вопрос о современном состоянии нашего общества. Ну вот недавно произошло каноническое сближение зарубежной православной церкви и православной церкви Московского Патриархата. И все это на основании того, что в нашей стране общество стало одухотворяться, как эти сведения были получены в зарубежной церкви. Ну и в связи с этим, что строительство храмов, церквей, распространение каких-то историй евангельских, законов божьих и все это. И последние законы ОПК, православной культуры введений в школе. Все это повлияло на то, что в обществе нашем распространилось такое мнение, что Россия чуть ли не стала такой же по духовности, как и была до революции. То есть, вопрос следующий. Как сегодня церковь может повлиять на состояние общества и духовное у нас общество, и бездуховное, то есть какую-то градацию определения? Есть такие уже набитые, набившие оскоминные слова, как духовность. В Библии нет этого слова. Это Горбачевское придуманное слово. Есть духовный человек и есть плотской человек. Но вот сегодня такое-то пробуждение, там нигде ничего нет. Идет полное умирание нации, изничтожение. Не то, что там геноцид, это все на месте. Главное, что нация пожирает сама себя. Во-первых, недружественная. В интернете двое между собой уже не сойдутся никогда. Если не так палец пригнутый, он как старая вера, ни в жизнь больше с тобой разговаривать не будет. Вот сегодня много они об этом говорят. Да потому что не знают больше ничего, о чем говорить. Говорить надо о том, что действительно нас трогают. А говорят они о спасении, а чтобы нас боялись и нас уважали. А что это такое, нас боялись и уважали? Ну, чтобы мы не попали под счетозависимым. Ну, полностью попали уже, полностью. Офшорное предприятие, за границей, тут все перечисляют, инвестиции, иностранных компаний. Все это мы слышим. Ну, а как ваша реакция? Никак, я вообще как будто этого не слышу. Моя задача молиться. Обвиняют президента, Путина, он об этом не заботится, только наворовать. Я за него каждый день молюсь, а моя работа окончилась. Все. Я ежедневно за него молюсь. Я незримо влияю на него, чтобы не было покушения, чтобы задумался он о своей душе, издавали мудрые законы. Все. Смысл молитвы моей закончен. Нигде никакого пробуждения нет. И считать, что там где-то сектанты на Украине, вот они там харизматы, где-то ползают, это развращение, уничтожение. Это хищники растерзывают остатки нации. Их откуда надуло здесь? А кто виноват? В первую очередь, виновны те, кто имеет доступ к сердцам людей. Это учителя и священники. Ну, конечно, литераторы, все, которые... Это все одна компания, и за это они будут отвечать. Выхода нет никакого. Почему так люди беспокоятся об этом, не знаю. Вот нация наша, там всего осталось 4 пола укомплектованных дивизий, а перед войной было 330. Теперь столько-то миллионов у нас иммигрантов. Там, Средняя Азия, китайцев. У китайцев два с лишним миллиона. Вот все это. Все это в интернете, на моем сайте, на форуме есть. Меня это абсолютно не трогает. Я знаю, согласно истории, пророка Даниила, и выходят звери один за другим. И нельзя их примить местами. Сначала козел, а потом бы овен. Нет, овен выйдет. Персидское царство, след за ним придет греческое. Что за кем идет? И вот эта страна, Россия, как она быстро возрастала. Везде было много детей. 3-5 миллионов. Полнокровной прибыли населения было ежегодно. 30 лет, за 30 лет почти 100 миллионов могло прибавиться. Это неужели нам непонятно? Вот почему Менделеев подсчеты показывает. Большевики не победили в 2018 году, у нас бы было 650 миллионов. А сегодня сколько? А где 400 с лишним миллионов? Какой змей Горыныч сожрал? Я отвечаю. А вы заботитесь об этом? Не заботюсь. И это нельзя давать и демографическую проблему, слово это не применяю, просто повторяю, никак ее не решить. За деньги не рожает, рожает от любви. Мутархан Михайлович, она об этом и говорит. Выхода нет, пришло время меняться, ну и все. Как Данил видел, истукак, золотая, говорила, серебряная, царь, который за ним, царство Глининое, ну, Гитлер еще называл, говорит, колосс на Глининых ногах, на Советский Союз-то. А сам таким и оказался. Единственное, что уцеляет, это камень рукой человеческой оторванной, который разобьет, разобьет и Россию, разобьет Германию и Америку. Это Христос, рожденный без мужья Девы Марии. И наполнит своим учением всю Вселенную. Ничего нельзя сделать. Об этом говорит отец Дмитрий Смирнов, показывая статистику. Средняя статистическая семья России 1,8 ребенка. А мусульманская 8,1. Еще непонятно. Чтобы поправить обстановку, с сегодняшнего дня в каждой семье должно быть не менее 8 ребятишек. Возможно это реально? Нет. Это разговаривать не о чем. А много или мало? Ну, посмотри, сколько мало. Сколько и латышей. Ну, другие мелкие какие-то республики были. Посмотри, сколько там удмуртов. Но они живут. Живут. Почему у нас должно быть миллионы или миллиарды? Да в одном наперске больше молекул, чем китайцев. Ну и что теперь? А мы-то, да бога, это меньше, чем молекулы, значит. Написано, все вместе взятые легче пустоты. Вообще на эти темы даже разговаривать не хочу. Это совершенно пустая трата времени. Давайте готовить партизанские отряды, там воевать. Больше делать нечего. А вот сейчас они разлагают Путин там, Медведев. Меня это не касается. Я могу только молиться. Я говорю так, что если уже предначертано, и это промысел Божий, то правильно делает правитель, что уничтожает свои войска. Меньше сопротивление, меньше крови. С этой позиции, если рассматривать, если я намертво верю, что, ну, конец этому пришел. Писание говорит, кому-то откровение было. Ну и какой? Ну, один человек, на всю страну Израиль, который говорил, обороняться не надо, откройте двери. Идите в плен. Вас уведут в плен. Но детей будете иметь при себе. Девушки ваши будут. Будете жениться. Увеличите счисло. Вернетесь назад. Садите виноградники. Иеремия говорила там. Ну, пророк Иеремия книга-то. А патриоты чего требовали? И что они сделали с народом? Во время апостола Павла, так называемые сикарии, зелоты, кинжатчики, убийцы из-за угла, подняли восстание. Чем оно кончилось? Вот и все. Поэтому нужно людям дать Христа. Свидетельствовать о Христе. И не заботиться. Большая Родина будет. Будет ли она от кого-то зависима от нас? Абсолютно независимо. Запасные самолеты у премьер-министров, у всех, во всех странах стоят. А в случае чего смотаться за границу. А мы должны здесь приготовиться. Я мысленно проигрываю такую обстановку. Заходят сейчас китайцы. Заходят мусульмане с автоматом. Ну, убьют, значит убьют. Ничего не сделаешь. А если не убьют, я буду среди них свидетельствовать о Христе. Еще знаю, что сказать. Ну, не успею китайский язык выучить. Это обидно, конечно, будет. А если бы раньше было, я в первый же день начал бы изучать. Благословен Господь. Я сейчас вспомнил, что у вас в лагере, в трапезной, висит такой плакат. Россия должна встать, и дальше Россия там и... Ну, и вы с детьми есть и ролики, и фотографии там, скандируете это. Вот, хотелось бы ваш комментарий на это тогда. Если вы уже сказали, что церковь никак не повлияет, тогда повлияют... Кто тогда повлияет, если Россия должна встать? Россия должна встать. Сегодня этот лозунг, который висит в лагере, он будет признан экстремистским. Я уже узнал. Все. Так что, не забывайте, где мы находимся. 282-я УК Российской Федерации нам уже готова. Я имею в виду, Россия должна встать, но, как они нарисуют, лежит пьяный в луже, а нас на колени не поставишь. Ну, действительно, его не поставишь. Он в луже, в рост уже, второй день лежит, засох там. Но мы должны сказать, что мы должны встать от греха, отряхнуться. И мы, говорит, встали прямо. Они пали, а мы встали и стоим прямо. Вот это слово, слово Божие, я включаю в этот лозунг. И дети скандируют, Россия это мы. Вот такие вот, Россия это мы. У России прошлое есть. Можно вспомнить святых, подвижников, миссионеров, тружеников. И брать пример, конечно, Христа, начальника совершителя веры, но неплохо и указать на русских. У нас придерживается форма, одеяние, отношение к девице, вопрос о целомудрии, строгости воспитания, к родителям отношения, к родине. И у нас висит специально как плакатик такой, и дети его учат. Кто у нас президент? Все сразу кричат, кто называет имя общество. Кто премьер-министр, кто губернатор края, все знает. Кто изобрел мобильный телефон? Я спрашивал, 750 офицеров стоят, ни один не знает. А дети кричат, Бартин Купер! А теперь, а кто интернет изобрел-то? Я еще ни одного учителя не встретил, который знает. А дети у нас знают. Тим Бернерсли! То есть, они все должны знать. И нужно смотреть, как они эти слова выкрикивают. Тем более, об этих людях, когда расскажешь им. Говорят, а как нужно с детьми заниматься? А поскольку уроков проводить? Я не провожу уроков. У меня совершенно другой подход. А какой? Я беру из опыта. Я вырос на полях. Со мной никто не занимался. Я только маленькую поправку веду. Я избранник Божий. Меня Бог избрал от утробы матери моей. Избрал и вел меня. Я могу показать, где настолько мощно действительность Божия проявлялась в моей жизни. Поэтому я постоянно познавал природу. В Виталии Бианке есть такая лесная газета. Я на таких книгах воспитывался. И вот сейчас в лагере мы когда идем, я детям рассказываю про деревья, про растения, про ягоды, облака. И все свожу к тому, что об этом говорит Святая Библия. И тут же они повторяют, они мгновенно схватывают в виде игрового момента. Дальше вот я разбросаю листья. Из лесу пришли, я листья нарвал. Вот по листикам определите, какое это дерево. Где оно растет. Сумеете где-то найти в лесу. Куда его употребить. От какой болезни. Ребенок должен это знать. Я во всем покажу всемогущество Божие. Красоту Божьего творения. Так что говорит, невидимым, видим невидимого Бога. Рассматривая творение, мы видим невидимого Бога. Об этом при мудрости Соломона написано. Римлянам 1 глава. 118 псалом. Детям нужно это все рассказывать. И никакого тут упора не делаем. Уроки какие-то. Коротко рассказываем. А потом говорим, идем по дороге. А где слово Божье, слово дорога встречается. А что оно обозначает. Какой аллегорический смысл. Это в ребенка все должно быть заложено. Просто он должен жить этим. Вот и все. Это вы говорите к тому девизу, дети воспитанные во Христе. Когда, хорошо, что напомнил, спаси Христос. Как-то тут какой-то был конгресс интеллигенции, даже Алферов, лауреат Набурской премии был. Потом еще собирали. Ну, а я староста крестовоздерживательской общины. И получается, что меня всегда приглашают туда. Всем дают 10 минут, а иногда 15. Мне всегда дают только 5 минут. Даже некоторые спрашивают, которые близко знакомы, доценты, академики. А почему им так мало времени дают? Я говорю, а не знаю. Я в 5 минут заложу им все. В 5 минут. Вот сейчас у молодежи, понимаете, нет объединяющей идеи. Которая подняла бы их на высшую ступень. Я говорю, она есть. И вы ее знаете? Да, конечно, знаю. Я говорю, а вы не знаете? Нет. 4 слова. А тут сидят юристы, доктора наук. Я говорю, пишите. Я вам ее открою, я ее знаю. Так, пиши. Дети. О, все правильно. Вот, действительно, дети. А что дети? Да они дети-то уголовники сегодня. Дети-то что они делают-то? Он маленький девочек, 6-летний, 7-летний отвел и изнасиловал. 7-летний. Его уже сажать. Он говорит, что убивать не грех. Как отец наш говорил. Дети. Дальше я говорю, воспитанные. Вот это правильно. Надо воспитывать. Они еще не знают, с чем я закончил. Я говорю, и третье. Во! Четвертое слово. Христе. Дети, воспитанные во Христе. Вот национальная идея. Это хорошие у нас будут священники. Не крохоборы. Такие священники, которых может полюбить даже Невзоров. Хорошие будут у нас судьи, ни одного обманщика. Это не будут хищные вечерние волки. Это будут хорошие депутаты. Хорошие-хорошие будут работники. Всюду и везде. Это хорошие семьи, где ни одного развода не будет. Дети, воспитанные во Христе. Я этому посвятил, не получив ни одного рубля от государства, ровно 40 лет. Нынче 41 год будет наш лагерь. Мы в свое время были единственные в России православный, трудовой, детский лагерь в честь святого мученика Климента Амкирского. Но еще к этому вопросу хотелось бы ваш комментарий услышать. Когда епископ Евтихий, нашей общины, епископ наших общин, он сказал следующее, что когда вы беседовали с ним о духовном состоянии России и сказали, что нету, ну, этот же вопрос поднимался, вы также точно отвечали тогда, это было уже лет, наверное, 10 назад. И он сказал, а как же ваша община? То есть у вас там вот оно есть же возрождение? То есть как вы прокомментируете, здесь есть какая-то доля истины? Или может быть, ну, что здесь в этом комментарии? У нас в Барнауле многолетний был метрофорный, очень большим влиянием для мирских властей. Он был благощиной Алтайского края, роль епископа, считай, исполнял почти. Это Войтович, отец Николай Павлович. Ну, ясно дело, что мы с ним по-разному разговаривали. Мы добивались от него, чтобы правильно совершал таинство и проповедовал. Ну, он, ясно дело, на меня жаловался, списки на нас подавал в милицию, меня арестовали, это по его наводке. Но, но, он пришел в тюрьму по моей просьбе сам, и меня исполнял и причастил. У меня такая-то в памяти осталась. Какой он для меня дорогой и близкий. Так вот, он, ну, как бы не на моей стороне, а то у него близкий друг, это уполномоченный прелигиозным культом, Александр Петрович Седишев. И вот где бы я что ни говорил, а это ему доносили все, у него свои люди везде были. И вот в пасхальную ночь, ну, молятся там, ночь-то длинная, то я вышел и тут начал сразу свидетельствовать, годы советской власти-то. Ну, сразу подошла милиция, милиция дежурит, тут такие рафики машины были, как грузопассажирская газель сегодня. Вот, и подошли ко мне так, вас начальник туда зовет? Нет, не насилует, не под ручки белые, ничего нет. Просто он зовет, зайдите туда к нему. Ну, я с людьми тут сразу, простите, меня зовут, и я пошел. Захожу, а там милиция сидит, улыбается. Вы им там что рассказывали, мы тут нам сказали, вы говорили, да вы нам расскажите. А это люди-то пришли, бабки там ушли. Я с ними начал говорить, а можно вопросы задать? Милиция, офицеры, а я вел занятия в милиции уже тогда, при советской власти. Ладно. Свидетельствую им. Они слушают. Держат час меня, второй. Все вопросы отвечены, противников нет, по ручке я пошел в храм. Кажется, на этой неделе я попадаю к Войтовичу. А он в благочине своем сидит, вот так вот, помню, ну так, ну так что, Игнатий, ты ведь опять около храма проповедовал, изговорили нельзя, нас власти за это, знаете, как трепет. Я говорю, спрашивали, батюшка, воскресное, день, Пасха, слышал, а победа-то на нашей стороне была. То есть он против, против перед властями, но то, что я одержал победу, он к себе ее приписывает. Он не сказал, что победа была на нашей стороне. Вот и весь ответ. Победа на нашей стороне. Они на эту сторону сразу становятся. Желаем мы, не желаем. Нам Господь приоткрывает иногда ту дверку, и мы там видим, что там, которые были даже против нас, но когда они были не с нами даже, а они внутренне желали быть рядом. У меня был один священник, теперь он очень знатный такой, в патриархии, и он говорит, да, у вас врагов много, но вы неуязвимы для них. Вас спасает ваша безупречность. Услышать это от людей, которые исследуют все, до мельчайшего, конечно. Господь так делает. Поэтому я благодарю Бога, что Бог дает Слово Божие доносить до всех слоев населения. Но самые непригодные бывают в этом деле, они активные, это которые с бумажками, бухгалтера вот это сидят, самые активные это милиция, врачи, с ними легче беседовать. Легче. Вот меня в больницу привезли. Я в больницу вообще не обращаюсь, никогда. Но тут случилась у меня неприятность, у меня схватила Бог, и меня привезли, и чуть-чуть пузырь не лопнул. Аппендицин. Только-только положили. Но перед тем, как лезть на стол, я врачу говорю, мне нужно помолиться. А операцию мне делал в будущем доктор медицинских наук Шойхет Яков Нахманович, еврей, чистопородный. Тогда он был доцентом, железнодорожной больницы. Вот. Он говорит, молитесь. А у него уже руки-то все помыты, и он вот так вот встал. Я молюсь стоя, сидя, сказать, на коленях, он вот так руки поднял, чтобы у него тут вода, видимо, стекала, не запачкать ни за счета. И вот так вот руки держит. Это вообще дрелище было такое, операционный стол. Я подготовлен к операции, там, говорит, вводи трусишки на мне. А он потом мне все и рассказывает. Приехал по Теряевку. А он был замглавой администрации, там, по медицине. Вот. А рядом стоит, говорит, у меня, говорит, помочь сейчас там была, Матрена. А она говорит, Яков Наумович, не Нахманович, а Наумович. Ну, сколько можно? Молчи. Я, говорит, ей сказал, молчи. Ну, я молюсь, Господи, благослови врача, хирурга, руки его, чтобы правильно все сделали. Ну, и он говорит, все. Я говорю, все, ложитесь. Я лег. Он сразу меня вскрыл. Ну, и, слава Богу, студенты тут были. Как только меня увезли, а жена уже успела привезти Надежда Васильевна к Библию. Она почти вот такая вот была тогда, патриаршая Библия. Ну, я лежу, не могу ее не поднять, ничего, она сбоку лежит. А студенты ко мне, а в палате лежал один врач, этот, летчик. А я, самое больное, когда начали отрезать, перетягивать, это самое больное. Там нельзя было не обезболить, ничего. Ну, где-то, отрезать надо-то. А тут-то я разговариваю, я не заметил, когда она стала размораживаться у меня. Я с этим летчиком-то сразился как, а студенты медицинского университета тут стоят, они прям набились об этом, другие, видимо, сказали-то, а я лежу вот так вот-то и с ними. Зашел этот врач, он улыбнулся, видимо, и опять вышел. Потом он мне сказал то же самое-то. Игнать Ильич, полная победа Ваша была. Он не мог сказать, что наша, но сердце его видно было, что он расположен к тому, что я говорил, это в то время. Помню, как наутро принесли там кашку какую-то, рождественский пост был. Может, я временные смещения сделал, это у меня два раза делали операцию. Вот. Я говорю, а на чем она? На молоке. Нам нельзя. Как нельзя? Ну, пост идет сейчас. Ну и что? Вы же больной. Ну, я не могу. Ну, а что, мы специально вам готовить будем? Да не готовьте, я не просил этого. Ну, а когда пост кончает, он через пять дней, да я пять дней могу и не есть еще. Как они забегали, несут одно кушание, другое, спрашивают, что я хочу, но на воде все как надо сделали. Я понял, что, когда пути человеку угодны Господу, он и врагов примеряет с ним. Я в своей жизни это испытал. Сколько у Бога добрых людей. Я вот жизни, ну, я считаю, я давно-давно уже должен ее закончить жизнь. Такую она, непонятная для многих, корявая была, вот. Но, оборачиваясь назад, люди спрашивают, скажите, а что у вас, вот, наработка в жизни самая большая, какая, что вы узнали, самое ценное? я задумывался над этим вопросом. Самое большое, что я узнал, как много у Бога добрых людей на земле. И почему-то эти люди мне именно встретились. И почему-то они не просто встретились, а приняли самое деятельное, серьезное участие в тех делах, которые я делаю. Мне нужны деньги, мне помогают все, будь он то мусульманин, еврей, и помогают так, как верующие редко помогают. Прямо вытаскивают, говорится, деньги и сразу помогают. По делу. Вот что я узнал, это самое ценное. И поэтому заранее сказать, вот этот товар непригодный, а вот этот пойдет в рай, я в жизни своей ошибался много-много раз на этом самом. Вот в общину приходят люди, и один такой ревностный, ну, знаешь, потерявки, который ушел там Саша, а его брат такой, какой он есть сегодня. Вот этот брат, я думал, он дня не пробудет, а он наоборот, вот активная жена, и все. А тот пошел разрушить, или пошел таким путем, смертельный враг по сегодняшний день. Я ошибался бесконечное число раз. Почему Бог так делает? Едущий мой хлеб поднял на меня петух. Что у них есть? В моем доме он поздно комился с будущей невестой. Дети, которые они могли не родиться, если бы не у меня. И таких у меня людей много. И они почти все сделали с врагами. Даже из родственников. Для чего Бог закрепляет, укрепляет, я еще сильнее о них начинаю молиться. И проходят годы, десятилетия, и они уже теперь понимают, что же это мы сделали. Я говорю, вы мне хоть назовите, из-за чего мы разошлись. Я чем-то должен, вам они не могут ни один назвать. Ничего. Я взял у вас, как самоил, шнурки какие-то, когда прощался с народом-то. Ну что я взял у вас? Или говорил о вас плохо, или молву распускал. Ни один не может еще назвать. Я понял, это от Бога. Богу не угодно, чтобы я давал оценку по взгляду очей. Проходит время, я только потом начинаю видеть. Я опять ошибся. Вот и все. Я ошибся в людях. Едущий мой хлеб поднял на меня пету. Притом это было неоднократно. Это было у Иоанна Затауста. Он оставил кого? Севера нашел самого доброго митрополита. Вернулся, он заперся, его не пускать в епархию. Уже власть перехватил. И такое в Священном Писании встречается. Такое бывает в житиях святых. Самые доверенные люди внезапно. А причин вообще никаких не было. И они делаются врагами. Ну, Бог так допустил. Я должен это принять. И за их поношение Бога благодарить. А один Спаситель знает, что и как для этого нужно. Спаси Христос. Так.